Кэптэн, уйдай. Что-то случилось. Кэптэн, уйдай, уйдай. Ничего, чтобы я вернусь. Согласен, вы держите обратно за внимание. Очень простая по своей структуре. Строится база на клеточках, заранее подготовленных. В основном все сводится к тому, чтобы управлять отрядами. При этом, уйдай. Отряды крупные, нету какого-то миллиона юнитов на карте. Все очень просто, понятно, доступно каждому. Нет в этом никакого вообще киберспортивного дрочива. А есть при этом атмосфера, охрененный сюжет, потрясающие видеоролики. И все это немедленно себя окунает в такую очень уютную атмосферу, в которой тебе приятно находиться. И хочется постоянно нажать следующая миссия. Дайте мне еще. Вперед! 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 Я в таком виде РТС больше всего люблю. Когда позже он ушел уже в какое-то там 200 кликов в минуту. На этом РТС и закончилось. То есть появились у нее хардкорные фанаты, которые с удовольствием во все это играют. Но для масс жанр стратегии умер. И Хэнли Ворс — единственная игра, которая имеет шансы, ну, возродить, что ли, интерес масс к этому жанру. С первой, в общем-то, получилось неплохо. Но, понятно, здесь нужна кропотливая, долгая работа. К сожалению, Ensemble Studios, которая сделала первую игру, уже не существует. Ее закрыли после первого Хэнли Ворс. Но зато для того, чтобы второй Хэнли Ворс сделать, Microsoft поступили очень мудро. Они заключили контракт с Creative Assembly. То есть весь геймдизайн будет на стороне Creative Assembly создателей серии Total War. И у этого могут быть как хорошие и положительные стороны, так и отрицательные. Отрицательные в том, что может начаться киберспорт, начнут форсить мультиплеер, различные там режимы, соревновательный геймплей. Для меня Halo Wars — это исключительно синдромовая игра. К сожалению или к счастью, я от нее жду только интересной атмосферной сюжетной кампании. Все, что говорили разработчики, лично мне напоминало интервью разработчиков РТС из 90-х. Вот тогда так тоже покупаешь журнал, читаешь — о, новая РТС, а что ж там в ней нового будет? И вот сидят разработчики и говорят, у нас будет на этот раз крутой пайпфайдинг, потому что у Син Си и Варкрафта с этим были проблемы. И каждый разработчик считал нужным, надо сказать, что у них будет крутой пайпфайдинг в игре. Так и здесь они такие сидят. Ну вот в первом Halo Wars плохой пайпфайдинг был. Мы сделали наконец-то его хорошим. В этот же момент на экране юниты не могут нормально разъехаться. Ну классика. Или там другое супернововведение. Вот раньше у нас у зданий был Hell's Bar, а потом они красиво взрывались. Вот теперь у нас есть несколько стадий повреждения. То есть здание постепенно разрушается. И, конечно же, происходит это рывками, как всегда. Ну то есть пипец, нововведение, тысяча лет им. Ну это понятно на самом деле, потому что в жанре RTS, тем более в текущем его состоянии, что-то придумывать нового никто и не собирается. Все пытаются сделать на новом уровне просто все старое, хорошо забытое. И мне, в принципе, этого достаточно. Уверен, что это будет очень хорошая игра, в которую я прям погружусь. И будет очень уютная атмосфера. Будут красивые видеоролики, интересный и захватывающий сюжет. Буду гонять спартанцев по экрану. Буду вызывать удары с кораблей землян, отбиваться от Флада и все такое прочее. В общем, если даже в Halo Wars 2 не будет ничего принципиально нового, я вообще не расстроюсь. Потому что настолько мало сейчас таких уютных, хороших RTS, прекрасной музыки с красивой картинкой и вообще исполнением, что за любую готов хвататься. Особенно после того, как закончился StarCraft 2. На этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если понравился рассказ. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Смотрите другие ролики, их очень много сейчас на канале. И делитесь впечатлениями в комментариях. Ну и увидимся в новых сюжетах. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok